Отправной точкой крестного хода в честь свидетеля Николая Чудотворца, организованного Симбирской епархией, стал храм в честь иконы Божьей Матери, взыскания погибших села Языково, где перед отправлением помолились все его участники. Среди них как бывалые крестоходцы, так и те, кто будет участвовать в крестном ходе впервые. Я третий раз иду именно на этот крестный ход. Мне посчастливилось в прошлом году, вот в это же время, принять участие. Это было очень довольно-таки тяжело по погодным условиям. И когда он закончился, я, в общем, сказала ей даже, ну, это была моя первая и последняя попытка. И, конечно же, сейчас, тоже как только на сайте я прочитала объявление, я очень обрадовалась. И как на крыльях сюда прилетела. Готовилась морально больше. Очень тяжело было собраться. Испытания были разные. Нога заболела, желудок заболел. И что-то как-то все не пускало. И какие-то даже страхи какие-то появились перед тем, как идти, потому что неизвестно. Я первый раз вообще и не знала. Условий не знаю, ничего не знаю. Но мне очень захотелось, просто захотелось. Информацию увидела, и мне прям вот потянуло. Крестоходцам предстоит пройти пятидневный путь до Никольской горы. По окончании богослужения в храме села Языково Иерей Роман Солодко пожелал участникам благополучно пройти намеченный маршрут. Пусть для каждого из вас в этом шествии, в этом крестном ходу будут самые добрые и благие свершения. Поэтому вам всем, дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы Господь укрепил вас сейчас на этом пути. И та истинная цель крестного хода, как путь ко спасению, была вами достигнута. На выходе из храма всех участников крестного хода ждала трапеза из полевой кухни. Затем крестоходцы отправились к поклонному кресту, возведенному на месте прежде существовавшей селе церкви. Она была построена в 1810 году в имении Языковых, освящена в честь Владимирской иконы Божьей Матери с пределом во имя преподобного Сергия Радонежского. Эта церковь была разрушена в 1950-е годы. Здесь был совершен молебен. Участники крестного хода помолились Божьей Матери и преподобному Сергию, святителю Николаю. Конечной точкой крестного хода станет Никольская гора в рабочем поселке Сурское, где в 16 веке явился образ святителя Николая. 22 мая, в День памяти святого, там состоится праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Симбирский Новоспасский Лонген. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ.